Утро начинается, начинается. Красивый завтрак. Утро, ребятушки. Пену я на проводе. Ну что, начнем с новостей. Как всегда. Стала сюда с вами поболтать, потому что там у меня уже все шкварчит. Вот. Итак, самая главная новость, это, конечно, выборы нашего президента. Знаете, чем голосуют наши выборщики? Пустыми бумажками. То есть, вообще, ни одного кандидата. Они между собой договорились, и первый тур выборов прошел белыми листочками. Ну, там некоторые, конечно, пошли против течения. 36 голосов отдали. 36 голосов отдали за бывшего судью. И 16 голосов отдали за нынешнего президента. Хотя, нынешний президент сказал, я больше не баллотируюсь на президента. Но все-таки 16 голосов получил. Поэтому сегодня, сегодня среда, завтра должен быть заключительный этап выбора президента Италии. И мы до сих пор в неведении, что же у нас будет. Будет у нас 13, наверное, потому что он 13. Ну, в общем, ребята, вот такое у нас творится. Что у нас творится по болезни? Некоторые начинают выходить на работу, но некоторые опять заходят на больничный. У меня мой внук, Ростик. Ихний класс по-итальянскому называется DAT. Короче, полкласса больных. И они все сидят дома. То есть занимаются из дома. Вчера мне позвонила еще Моретта Спарка со страшной температурой. У нее две вакцины, все как положено. Уже третью собирала сделать. Говорит, малый принес из садика. Я говорю, что ты принимаешь? Она говорит, такиперин. Я говорю, какой такиперин? Она говорит, мне мой врач сказала. Я говорю, это не соответствует с этой болезнью. Короче, выслала ей фотографию, что ей надо принимать. Говорит, ну муж будет ехать с работы, заедет в аптеку и купит те лекарства, которые положено. Короче, я взяла у Мишель ее лечение, потому что от вирусолога, а не от лечащего врача. В общем, что творится, непонятно. Но я думаю, что на этом этапе все это должно все-таки закончиться. Потому что практически переболели уже все ребята. Обычный грипп, этот оказывается очень распространенный штамп вируса. Он очень-очень-очень обхватывает садики, школы и всех остальных. Все болеют. И тут же все выходят на работу, все здоровенькие. И всем никому ничего не надо. Сказали у нас, у кого есть третья вакцина, у тех будет зеленый паспорт без срока окончания. Но уже говорят о четвертой вакцине. И так же, ребята, верить итальянцам. Понимаете, вот как вы только пересекаете границу Италии, вы сюда приезжаете, то, что говорят итальянцы, сто процентов правды, надо поделить напополам и взять четверть. Вот тогда это будет чистая правда. Поэтому, правда, тут не добьешься. Так что поживем, увидим. А я пока приступаю к завтраку. Такой у меня сегодня брюшек с абрикосовым вареницем. Пытаюсь составить меню на сегодня. Вытащила филе рыбное. Оно будет сегодня не поливрийское, а просто филе рыбное. Жарится зажарочка, как всегда она пригодится. Здесь у меня на поленту стоит вода с молоком. Сейчас маслица добавлю. Здесь я отварила сегодня побольше кубиков шпината на пару. К шпинату я добавлю рикотту, добавлю специи, немножко сыра. И вот смотрите, у меня вчера половина мяса ушла. Половина осталась. Сейчас я это мясо сделаю. Отобью его, конечно, нарежу. Как вчера, только в сухари добавлю еще сыр. И сделаем такие мясные рулетики. Ну, я вам покажу, как будем делать. Потом, вчера у меня осталось жмение риса. Буквально немного. Поэтому, видите, остатки сыра из бара. Кусочек прошутто. Зеленый горошек. Сейчас будет рисовый тортик. Ну, это мы делаем со слоеным тестом. Полента. Полента 4 сыра. Кстати, в рис сразу добавляю немножко сливок, чтобы это было повкуснее. Стоять. Не крутиться. Буквально четверть стакана. Ну и занимаюсь, ребята. Вот это все надо вместе. Как бы, как бы все вместе. Сейчас разложу овощи. Как они только мне освободят место, так есть полет для фантазий. Смотрите, мясные рулетики, в принципе, можно было бы начинить брокколи с творогом или сделать цветную капусту с творогом. Помните, как... Или с сыром. Помните, как я делала хачапури. Очень, кстати, хорошо сочетается сыр с цветной капустой. Ну, у меня народ, я просто знаю свой народ, более любят шпинат с рикоттой. Поэтому рулетики будут такие. Все смешал и выложил. Мы готовили. Вы можете посмотреть. Будем считать готовым. Наша начинка. Шпинат, соль, перец. Специи по вкусу. Перекутан. Вот шпинат я не отжимаю, ребята. Шпинат у меня достаточно-таки влажный. И тогда наше мясо получается такое, знаете, очень нежное. Много начинки ложить не надо. Доделаем такой маленький, как голубец. Специально надела перчатку, чтобы это смешать быстрее. И в обвалку. У меня закончились сухари. Сейчас пойду докуплю сыр и сухари. Не важно, если этот сыр у вас крупно натертый, мелко натертый. Своё дело в духовке он всё равно сделает. Поэтому будут такие вот вкусные рулетики. Магазин открылся, надо бежать. Куча всего не хватает, как всегда. А, сюда ещё зажарочки добавлю. Так будет вкуснее и ещё сочнее. Вот такая начиночка. С этой начинки я всегда делаю рикотто-шпинатный торт. Но сегодня это будет фаршированное мясо. Будут называться инвультини гикарне кон рикотто-шпинатчо. Опс, готово. Всё, ставлю торт в духовку и бегу за покупками. Тесто для торта я растянула. У меня в руках филейки рыбы. Вот иногда, сейчас я уже мясо своё подготовила для рулетиков. Иногда я беру свит, сухарей и сыра. И вот так вот беру рыбную филеечку. Подсаливаю, подперчиваю. Вот так вот её обмакиваю. Я себе сделаю две штучки. И просто запекаю в духовке. Ребята, сыр расплавляется. Только под низ надо ложить бумагу для выпечки. Потому что остатки сыра всё-таки остаются на бумаге. Получается так вкусно. К любому гарниру вообще бомба. Так что советую. Заодно делайте одно. Остаётся у вас такая обвалка. Сделайте ещё другую. Не пожалейте. Сделаю один противень такой рыбки. Можно к рыбе добавлять чеснок. Можно не добавлять. Посолила, поперчила. Добавила немножко красной паприки для запаха. Можно немножко взбрызнуть оливковым маслом. Тогда будет лучше напитывать в себя сухари. Такая рыбка. И будет сочнее. Смотрите. И обвалка вся ушла. И температура приготовления, и время такое же, как в обычном филе. Только одно будет. Иномидо. Рецепт. Ну как. Название блюд от этого не меняется. У меня. Филетто динозеллу. Или в таком виде. Или в мокром виде. Кушают и то, и то хорошо. По две рыбки на порцию. Она очень вкусная получается. Ну да, что дело до рулетика. Берем небольшое количество. И сворачиваем. Ну вот такой получается рулетик. Обязательно форму застилаем бумагой. Скажу вам почему. Там, где есть сыр, используйте бумагу. Потому что потом вам придется замачивать эту форму. Отдраивать. А так бумагу выбросили. И все дела. Очень быстро все делается. Очень просто. Пять минут. И чики-пики. И вы в дамках. Можно зубочисткой закрепить. Но если вы швом вниз ложите, они обязательно. Они запекаются. Смотрите, как они смотрятся на пруд. Не видите? Все. Сверху можно маслицем пролить. Можно не проливать. Калорий меньше. Смотрите, порции немного. Но все они как бы интересны. Это вам просто идея для вашей кухни. В рисовом тортике 8 порций. Смотрите, какой он красивый. В этой рыбе раз, два, три, четыре таких порции. И четыре таких. Тоже 8 порций. Рулетиков тоже 8 порций. Осталось содержимое. Положила. Запеку. Кто-то съест типа как овощного гамбургера. Я просто знаю своих клиентов. Понимаете? Знаю, что они кушают. Поэтому под них и готовлю. Все. Сейчас сделаю свою поленту. И сосиска у меня сегодня с картошкой. Лук надо резать. Делать бакончини, диполу, а лимоны. В общем, все как всегда. Ананасик надо порезать. Приступаю. Ребята, кто у нас еще не завтракал, не обедал. И ночью к холодильнику не встал. Поехали. Итак, картошечка. Так, Бодик, не крытись. Куриная грудка. Стоять. В лимонном соусе. Кстати, очень вкусная. Колбаски с большим количеством лука. Не хватает у меня поленты. Дедушка отрезала кусочек тортика. Наши рулетики. Два вида рыбы. Не могу доставить, будем разогревать. Сегодня у нас паста одна. Паста другая для песто. Паста для соуса. Белый рис. Гамбургеры там валяются. Сладкая витрина. Включаем свет. Тортики. Дыня. И ананас. Так. Цирик зажима и помни. В зале никого. Как всегда. Столы у нас уже чистые. И наша полента мирно булькает. Сейчас она. Буквально 5 минут еще. Вот она наша красоточка. Обожаю. Обожаю. Это плесень. И это наше все. Когда приходишь домой и чувствуешь, что тебе просто холодно, да? Поставила на газ плиту молоко. Смотрите, что я наколокуцила. Ну типа, ну не шоколадный пудинг, а шоколадный кисель. У меня здесь укурузный крахмал. Сахар. Ай, и какао. Сейчас вот что-то забуду здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто чего-то захотелось. Знаете, просто захотелось какую-то плитку шоколада. А когда плитки шоколада не мало. Ой, смотрите, как он загустевает быстренько. Я все равно не знаю, сколько я. Ну ложку-полторы, наверное. Крахмала добавила. Ой, смотрите. Ой, какие киселы. Сахар по вкусу. Ну так тоже на глаз. Ну, вы же знаете, у меня все на глаз. Смотри. Ой. Бешамельный киселик. Сейчас буду балдеть. Он горячий такой. У-у-у-у-у. Можно еще сливочного масла добавить. А ничего-то не склеится. Да, если сливочного масла то расклеим. Игорь, ребята. Сейчас попробую. Ого, ванильки. Ванильки. Сейчас найду ванильки и добавлю. Ой, какая вкуснота. Ого.